Так, кто будет выходить самостоятельно на сухие дни после этого марафона, кто не пойдет с нами в марафон в дальнейший, то я рекомендую начинать с небольших часов. Почему? Потому что вы должны понимать, что, во-первых, будет интоксикация. Интоксикация, она удаляется, проще всего удаляется интоксикация. Это либо ходьбой, если сильная интоксикация, ходьбой на улице, особенно в утреннее и вечернее время, когда еще более-менее свежий воздух. Вот. Это, конечно же, ходьба на пяточках очень хорошо. Вот. И различного рода растяжки, потягушки. Потягушки, они просто необходимы. И, ребят, если вы выходите на сухие дни, и вообще, в принципе, возьмите себе за такое, за правило, вы же все помните кошек видели, деток, как они встают, они всегда подтягиваются, да, они там сильно-сильно тянутся. Вот вы точно так же. Каждое утро, как только вы встаете, если вы не депривируете, если еще что-то, даже если депривируете, все равно раз в день такое сделать очень-очень здорово, вы, прежде чем встать, очень-очень-очень сильно подтягиваясь, прям подтягиваясь, аж искры из глаз, и потом расслабляетесь. И таких потягушечек всего три, больше не надо. Что получается за эти три потягушечки? Пока мы лежали, пока у нас кровоток был на таком, на непонятном, ну, скажем так, он у нас по-иному вращался, да. Кстати, на 21-м дне мы с вами проговорим еще про депривацию, что это такое, и что с вами происходит, когда вы депривируете сон. Вот, и вы уже будете понимать, надо это делать или нет. У нас там будет тоже депривация, скорее всего, мы с вами сделаем, вот, чтобы понимать, какие состояния, какие ощущения там идут. И мы сделаем эту депривацию такую, и я дам там тоже несколько практик. Вот. И у вас получается, когда вы вытягиваетесь, растягиваетесь, у вас вытягиваются все сухожилия, все вот эти вот хорящики, они тянутся, и все, у вас начинаются вот эти вот мелкие капиллярчики, которые стояли, они начинают крутиться и работать по-другому. То есть у вас все начинает, с самого утра вы начинаете вставать в свой, в свою воронку. Но я не буду вас сейчас грузить, это я ребятам расскажу, что такое своя воронка. Это энергетический канал, который мы закрываем, когда спим. И как раз вам проще будет встать вот в эту свою воронку. Поэтому потягушечки тоже, они, конечно же, классные. Так, у меня перелом фемура уже три месяца, мне рекомендовал кальций неорганический и брынзу с рынка. Хотя я не особо употребляю это. Я выпивала ферментом, процесс идет. Очень надеюсь, что даже автономия мне не помешает встать. Буду благодарна за отзыв. Ну, во-первых, брынза, это, конечно, я не любитель вот этой вот соли, тем более молочка. Поэтому тут такое у меня отношение средненькое, как бы не совсем приятное. Поэтому ничего не могу сказать насчет этого. Но то, что ребята, у меня была девочка, она каталась на лыжах, и у нее, она сломала позвоночник. Она сломала позвоночник, ей, естественно, сказали, что она навряд ли будет ходить. Но врачи, они изначально не дают хороших прогнозов не потому, что они такие плохиши, а потому что они не хотят на себя брать ответственность. Вы это тоже должны понимать. Вот. И она у меня вышла сразу же на девять сухих. На девять сухих. Ей потом убрали, ей штыри делали, какие-то там еще скобы. Ей убрали после девяти дней вот эти вот скобы, хотя изначально планировались они быть от 12 до 17 дней. То есть такой достаточно быстрый прогресс. Сейчас она катается опять. Но на восстановление у нее ушло чуть больше года. Но, тем не менее, после того прогноза, что не было вообще никаких хороших отзывов от врачей, я думаю, что это огромный хороший результат. Поэтому, да, автономия, она много что решает. Не автономия, а вот это вот дни без еды и без жидкости. Я бы их так назвала правильно. И, кстати, я вам, ребята, начала говорить, что кто будет самостоятельно выходить, чтобы обратили на такие вещи, что, во-первых, кровь, она загустевает. И вот такие вот гипертоники им первые разы практиковать очень сложно, потому что гипертоники, у них начинает кровь загущаться, и у них давление, они с давлением начинают мучиться. Поэтому с гипертониками очень аккуратно выходим именно на маленькие периоды. И обязательно прям частая ходьба. То есть выходим на маленькие периоды, а ходьбу увеличиваем максимально. Ходьбу и ходьба на пяточках. Вот. Асматики тоже нужно понимать, что асматики, у них тоже загустевает кровь, и у них вот это вот, они начинают дышать, им тоже становится дышать тяжеловато. Меня задают вопрос, а как же вы вышли, что вам было легко дышать? Ребят, у меня за счет гормонов уже не работала диафрагма. У меня диафрагма вообще переставала. Если я закидывала в себя хоть что-то, неважно, что там, виноградинку, один глоток жидкости делала, как только у меня запускался желудок, у меня переставала работать диафрагма, я не могла дышать. Поэтому для меня, если я могла дышать вообще хоть как-то, для меня это был праздник. У меня вообще другая история была. Вот. Поэтому все очень аккуратно. Так, на 21 будем утром клизмы делать. Мы, да, у нас будет чистка и будут клизмы тоже. Но это, опять же, по желанию, ребят, я же не смогу проверить. То есть я буду говорить рекомендации, а вы будете под себя их подгонять обязательно. Так. Тоже интересует сердечный вопрос. Опыт с холдами 3-5-7 дней. После выхода одного из них случился сердечный приступ с приездом скорой. Выход был на воде и проживание, и выплевывание яблока. Хочу продолжить, но теперь организм всячески сопротивляется. Состоятельность складывается так, что... Так. Смотрите. Сердце. Во-первых, сердце. Опять же, когда мы выходим на сухие дни, у нас кровь сгущается. Кровь сгущается, клапан работает у нас, тяжеловато начинает работать. Прежде чем выходить на такие дни, нужно посмотреть вообще, какое у вас питание, какое у вас... Какая у вас кровь, нужно понимать, какая у вас кровь. Вы сначала ее доведите до определенного уровня. Не надо на длительный скакать. Но не получается так. Во-первых, сердечный приступ, это еще, возможно, во-первых, сухие дни, а во-вторых, сон. Когда... Почему у нас... Наш очень умный организм. Я очень... Когда мы выходим на сухие дни, то на... У нас наступает такой период, что сон потихонечку отваливается на сухих днях. Вот. И когда сон отваливается, это же не просто так. Это твой организм тебе говорит, двигайся, двигайся, двигайся. Бывают моменты, когда просто рубит, когда ты можешь спать сутками. Тогда ложимся и спим. Значит, организм тебе говорит, подожди, мне нужно там сделать какие-то функции. Вот. Но если сон отваливается, то значит, это и есть. Потому что, когда мы спим, у нас здесь вот одна из самых крупных вен, да, вот так вот под коробочку вот она заходит, ее можно прям посмотреть, почувствовать. Ее вообще очень хорошо массировать прям самим постоянно. Ну, как постоянно? Хотя бы раз в день. Вот как бы вот туда... Мне вот не показать вам сейчас. Вот как бы вот по шее вы ее сразу же... Вот она самая крупная вена. Вы можете посмотреть, загуглить, где она находится, чтобы понимать. И начинаете просто подушечками пальцев, как будто вот туда вот кровоток загонять, под коробочку, под черепок. Вот. Это очень полезно. Потом у нас вот здесь вот две шишечки. Их массажируют. Вот. Потому что, когда мы спим, мы пережимаем ее. Почему инсульты, инфаркты и всякие такие неприятные вещи происходят либо ночью, либо под утро с людьми. Потому что уже максимально пережата вот эта вот вена. Кровь не поступает. Капилляры за ночь практически там высыхают у нас. Почему функции мозга, они у нас работают, когда мы спим, почему мозг работает быстрее и больше, чем в состоянии бодрствования. Именно потому, что если он не будет это делать, если он еще остановится, то мы утром вообще не проснемся. Но это я вам так образно сказала. Мы давайте на следующем марафоне мы это поподробнее разберем, что происходит с нами во время сна. Почему работает так мозг и почему мы очень часто просыпаемся и просыпаемся уставшими. Это тоже разберем. Это тоже такая большая тема. Вот, поэтому если есть такое, ну, ребят, смотрите за своим здоровьем. Не надо скакать на длительные, но делайте вы их, если прям очень хочется, если чувствуете себя хорошо, то делайте их просто почаще, но коротенькие. И обязательно добавляйте, если такое вот есть, добавляйте, например, вот гранатовый сок. Он очень хорошо. Но его тогда нужно добавлять не в утренние часы, вот, а если вы там питаетесь как обычно, стационарно, да, там, завтрак, обед, ужин, ну, не важно как. Вот. Его тогда делайте не, ну, не перед сном, а ближе, ближе ко второй половине дня гранатовый сок. И это будет отдельный прием пищи прям, потому что сок – это еда, да, вы все понимаете. Вот это прям будет отдельный прием пищи. Так, про рис вопрос. Есть цельнозировой шлифованный, он подходит. Не шлифованный, не пропаренный, не подходит, ребят. Это, я знаю, что его сложно найти, обычный рис. Но заморочитесь. Если пока нет, сделайте пока такое, если нет. Сделайте. Но для себя заморозьтесь, найдите на каких-нибудь сайтах, либо в магазинах здорового питания, он продается. Либо, знаете, еще где я видела, я видела в Перекрестке, я не знаю, в каком вы городе живете, они во многих городах есть в Перекрестке, но не во всех. В Перекрестке, видела, знаете, где там стоят тоже, где вот все без сахара, для диабетиков, там еще в маленьких таких упаковочках, там есть необработанное различное зерно. Вот, может быть, там найдете, посмотрите. Вот, и сегодня, да, я помню, что я вам обещала купить для головы. Я сегодня куплю, и вам в дневном эфире прям покажу, в дневном, в 16, в 16, в 16.30, да, сделаем так же. Фимор, бедровый состав выше колена, да, фимор, бедровый состав выше колена. Евгения, я думаю, что вот то, что вы написали, это прям, но уже столько случаев, даже не у меня, а просто, ребят, столько случаев, что кости срастаются прям настолько быстро на сухих днях, потому что там же, смотрите, у нас на сухих днях что происходит? У нас помимо того, что кровь загустевает, у нас различная жидкость уходит, и у нас получает различная жидкость. Ну, я так по-корявому буду говорить, да, по-мультяшному, так скажем, чтобы было более или менее просто понятно. Вот, например, косточка, да, и вокруг нее там есть межклеточная жидкость, там, кровь, капиллярчики, там, в капиллярчиках у нас просто немножечко другая кровь, если вы разберетесь, она, у нее вязкость другая, вот. И вот это вот все постоянно умывает, вот. И у нас, когда постоянно вот в этом вот омывении идет какие-либо органы, они у нас остаются, как правило, в том состоянии, в котором они есть, либо становятся хуже. Так уж случилось. Вот. И когда мы выходим на сухие дни, этой жидкости становится меньше. И когда этой жидкости становится меньше, то вот эти вот клеточки, они, как правильно сказать, чтобы меня потом помидорами не закидали. Вот смотрите, любая бактерия, любая бактерия, она развивается только в жидкости. Возьмите, она будет хорошая, нехорошая, любая. Вот если посмотрите под микроскопом, она никогда не разобьется без какой-либо жидкости. Только в жидкости все начинает происходить. Только в жидкости все начинает как бы зарождаться. Вот. И когда вы убираете максимально сухое, то косточки, они максимально быстро начинают как бы, как притягиваться, как притягиваться друг к другу, что ли, так назвать. Что вот эта вот жидкость им не препятствует, вот эта вот межсуставная жидкость, межклеточная жидкость. Все, что есть в нашем организме, ее становится меньше. и эти клеточки, им как бы быстрее дотянуться до друга, получается. Я не могу сказать вам медицинским языком, я не медик. Но когда мы рассматривали, была у меня такая возможность, я вам говорила, у меня какой-то период была возможность смотреть кровь, еще что-то. И я это с огромным удовольствием делала в лаборатории с одним из профессоров. И там это как бы я видела. Но чтобы сказать вам медицинским языком, я не могу. Поэтому я вам говорю таким языком, которым я могу сказать. И они как будто притягиваются. И потом, когда вы начинаете пить, есть, жидкость попадает уже, и начинает она формироваться в вашу жидкость, то есть которая попадает в жидкость, она же инородная, не наша, чужая. И потом она постепенно начинает, организм ее переделывает как бы в свою жидкость. Вот. И потом, когда уже вот эти вот клеточки, они уже совместились, то уже идет омовение, и они уже идут как бы на совмещение. Они уже скрепляются более правильно. И как правило, я, я, лично я, может быть, есть, я не видела. Я видела, что в моей практике было всего 4 случая с переломами костей. А вообще я слышала, ну, наверное, сколько? Ну, человек может быть 20, да? И ни одного не было такого, что срослись неправильно кости на сухих. Я пока не встречала таких моментов. Это действительно есть. Вот. Может быть, бывает. Но очень часто бывает, что кости срастаются неправильно, их потом ломают, как мне рассказывали, там еще что-то. Вот на сухих я таких вариантов не слышала. Поэтому вот то, что касаемо, то, что касаемо переломов, вот здесь я прям на 120 и 100% уверена, что сухие дни прям очень точно помогут. Так, Таня, Таня, я еще твое смс не успела прочитать. Я обязательно прочитаю. Сейчас закончим все, я прочитаю. Делаю талую воду. Очень хорошо. Талую воду, вы знаете, что делать можно двумя способами, да? Ну, это насколько я знаю. То есть сначала вы в какую-то емкость убираете. Воду немножечко не доливаете, потому что она же больше становится, да? Вот. И успеваете. То есть если маленькая емкость, то там столько-то времени понадобится. Если большая емкость, то столько-то времени понадобится. И уже у вас будет опыт, через какое время достать. Например, достаете, и там серединка не замерзшая. Такая вот, мало замерзшая. Вот ее прокалываете там ножичком или чем, и выливаете эту воду. Вот эта вода не нужна. А вот по краям она остается уже такая прозрачная. Вот это как раз и есть. Ее уже размораживать и пить. И второй способ. Если не успеваете, например, достать что-то, либо не успели что-то достать, либо там куда-то уехали, и она полностью замерзла, то тогда достаете вот этот вот кусок льда. И тоже двумя способами. Там в серединке будет белая. Либо ее под водой, вот эту вот белую, ставите под воду, эту белую прям размораживаете, и здесь остается по краям чистый лед. Вот. Чистый лед уже размораживаете и пьете. Либо оставляете и размораживает, и вот эта вот белая серединочка, она последняя размораживается, она начинает плавать. Ее тогда убираете и выбрасываете. И остается тоже чистая вода. Вот. Слана, можно оплатить 50% в остальные 50% в течение недели? Конечно, можно, ребят. Да. А вы компенсировали эмоции, когда появлялось желание компенсировать едой эти эмоции? Да, ребят, я тоже работала со своими эмоциями. Я же уже рассказывала, у меня знаете, сколько талмудов исписано? То есть я, например, думаю, ну, к примеру, да, например, там я хочу там бутерброд там с чем-то. Я думаю, почему я его хочу? Я начинаю писать, что мне дает этот бутерброд, что я начинаю вспоминать, почему это так, почему там то. Все, вот вроде все прописала, вроде все отпустила, хожу, потом раз, он опять выскакивает через какое-то время. Я опять начинаю писать. То есть там же, там у себя вообще очень сложно, ребят, проработать, действительно. Я, когда начинала себя прорабатывать, я обратилась к трем психологам. И вот к трем психологам обратилась, и каждый потом сидит и меня слушает, говорит, а расскажи еще. Я думаю, ну, понятно. Вот, то есть не мой вариант. И я себя начала вот таким способом. То есть я начала писать, и я начала, если у меня нет возможности, я начала просто надиктовывать на диктофон себе вопросы. Потом похожу, поделаю что-то, переслушиваю и отвечаю себе. То есть я себя вот так вот прорабатывала. Мне было, поэтому у меня был, может быть, такой длительный путь, потому что у меня вот не нашлось того человека, который бы мне подсказал, либо еще что-то. Не так муссировалась эта тема. Вообще не было такого, чтобы там пришел, и там столько человек рассказывали про неедение. Как-то вот этого не было. И вообще про джаз мухин, про Sunfire, по-моему, да, я о них вообще недавно узнала. Вот почему-то как-то вот они мне в раскладке не попадались. Вот. Но когда я посмотрела один ролик, вот не помню, как зовут, вот Sunfire, вот, он там очень четко сказал, то есть он говорит, вот сколько вот вы живете там, например, лет 15-16, делите напополам, что вот, например, вам 32 года, делите напополам, вот столько времени вам нужно будет на переход. Вот. То есть половина от вашего возраста. И я сейчас, вы знаете, с ним даже в какой-то мере согласна, потому что сейчас все же хотят волшебную палочку, все хотят очень быстро, очень легко это сделать. И мучаются из-за этих откатов. А по факту, ребят, у вас же не откаты, это же ваш путь. И вот он же был сколько, насколько я знаю, насколько я читала, что он столько-то времени был без еды. Потом он нашел там свою, свою даму сердца, с ней вышел в еду, и сейчас они вместе выходят обратно в дни еду. Вот. И это тоже нормальные процессы. Это, это та жизнь, которая идет в нем. Но у каждого свои процессы. Меня очень сильно, так скажем, унесло в другие миры. Но это не потому, что я такая вся воздушная. Я уже рассказывала, я не была такой воздушной. Просто когда мне открываются вот эти вот видения, для меня это ново. Если бы я вот в этом во всем вращалась, может быть, я по-другому бы на это реагировала. Может быть, я понимала бы, что со мной происходит. А так, когда ты, например, я не знаю, ну, давайте такие вещи буду говорить, которые они очень любят. Когда ты видишь порталы, четко их видишь, и ты четко знаешь, вот это твой портал, а это не твой портал, то тебе приходит мысль, а я с ума сошла, я вообще, я что вижу, я в какой сказке живу, вообще, что со мной происходит. И чтобы действительно не поймать себя, а так как я человек, мне все нужно по пунктам, мне нужно, чтобы было прям досконально все. Я начинаю в этом копаться, и когда я начинаю в этом копаться, я понимаю, что со мной происходят другие иные вещи, и я дальше в это ухожу. Вот так получилось, что меня вот это затянуло. То есть я вижу тех вещей, о которых рассказывают в обычных эфирах, о них даже не расскажешь, иначе меня сразу же там в психушку заберут. Ну вот так вот со мной стало происходить. Вот меня вот туда унесло, поэтому у всех свое, у всех разное. Так, не успел спилить внутреннюю воду. Ничего страшного, разморозишь любым способом, каким тебе удобно. Так. Давайте вот еще. Ох, сколько здесь вопросов. Так, подождите. Подождите. Про гель-лак я рассказывала. Почему ты? Так, это я рассказывала. Рассказывала. Так, ну, вроде бы. Благодарю волшебность, благодарю вас. Так. Получается, перед тем, как перейти на автономию, надо понимать, куда ты идешь. И после какого-то опыта обратного пути не будет. Сергей, во-первых, обратного пути не будет, а во-вторых, смотрите, мы не можем перейти в автономию. Мы не можем перейти в неедение. Мы можем пойти в свой путь, а это будет как побочный эффект. Еще раз говорю, у меня это было исключение с правилами. Мне либо так было умереть, либо так умереть. У меня была вообще, ситуация была 50 на 50. Либо я умру от того, что у меня уже гормоны, у меня не справлялось сердце уже. Мне не помогали гормоны. Мне поставили врачи два месяца. Через два месяца все, либо гормоны сожгут уже полностью вены. У меня здесь вот такие вот дороги были, как у наркомана. То есть у меня вот сожжено было вообще очень много. Вот оно как бы зажило, и очень хорошо. Я не думала, что они пройдут. То есть там прям, там кожа была уже как у слона. Я не знаю, если кто-то сталкивался с наркоманами, или вот кто постоянно там сидит вот на препаратах, там уже даже кожу не проколоть, она синяя, и там внутри в венах узлы. То есть чтобы вену проколоть, там даже перегородки в венах стоят, их как бы сложно вообще туда уйти. И у меня был выбор, либо я так умру, либо так. То есть так мне сказали уже 100% умру, а так 50 на 50. И я настолько эгоистка, я вам уже рассказывала, и для меня было страшно, что моих детей кто-то будет воспитывать. Для меня вообще, по большому счету, существует только, ну как, не то, что существуют только мои сыновья, но если бы у меня не было сыновей, то я бы, скорее всего, я бы в социуме уже не была, ребят, это 100%, если бы у меня не было сыновей. Я бы уже была где-нибудь в горах, меня бы здесь не было, я бы уже исследовала другие реальности, другие плотности. Это бы однозначно, что здесь бы меня не было. Меня здесь удерживают только сыновья. Но это же другой процесс. Смотрите, если вы идете к познанию себя, если вы идете в глубину себя, и когда вы идете вот в эту глубину самого себя, тогда вы начинаете чувствовать тело. Когда у вас раскрывается чувствование, тогда у вас уходят эмоции, они становятся такими поверхностными, неинтересными. Это, знаете, это как пластиковые фрукты есть. И когда уходят эмоции поверхностные, вам хочется вот этой глубины, тогда все, что связано с эмоциями, вам неинтересно. Если связано с эмоциями, там какая-то встреча, вам неинтересно. Если связано с эмоциями еда, вам неинтересно. Если связано с эмоциями, я не знаю, какие-то красивые брендовые вещи, вам тоже неинтересно, понимаете, вот это вот все уходит абсолютно, то есть только приходит то, что вам действительно комфортно, и она, еда, она не важно, сколько она у вас будет, вы можете есть, то есть она для вас не будет иметь роли, то есть вы, например, можете умыться, можете не умыться, да, если вы не умылись, и вы в достаточно чистом теле, у вас не будет там, я не знаю, там из глаз не полезут, там что-то там, не нужно будет просмаркиваться, не нужно постоянно начищать зубы, то есть вы не умылись и не умылись, это нормальный процесс, пошли там, увидели горную речку, все, искупались, умылись с удовольствием, и дальше пошли, все, и с едой будет точно так же, не поели, не поели, и вы даже не вспомните, сколько вы не поели, день, неделю, месяц, или год, то есть это будет тот процесс, который, вот вы, например, живете в каком-то поселении с иными людьми, да, и у них отсутствует образ жизни, где нужно что-то закидывать в рот, и вы, например, там живете несколько месяцев или год, и вы будете находиться в этом, то есть вы не будете думать, о, я уже год не ехал, вы в других процессах, этого просто не будет, но вышли, пришли вот в этот социум, а здесь все едят, вот, и вы пришли где-то, и там вам сказали, будешь есть, и как бы ты можешь есть, а можешь не есть, но ты и можешь есть, но это не будет там тарелка чего-то, ты там можешь там, я не знаю, там, несколько глотков чего-то там сделать, какого-то напитка, или ты там можешь уже съесть какой-нибудь фрукт или овощ, там, ну, даже съесть это громко сказано, ребят, то есть съесть уже не будет, это рассосать в полости рта, и я уже говорила не один раз, монахи, вот когда говорят, вот монахи же едят, но если вы рассмотрите, вообще есть разные-разные монахи, которые живут там-то, живут там-то, у них, у одних там какое-то поверье одно, у других поверье другое, то есть у всех все разное, но если взять, возьмем тех, у которых я знаю информацию, так скажем, да, знания, то они едят рис и финики, но что такое есть рис и финики, то есть они едят рис, естественно, не покупной, да, это буквально вот такая вот щепотка риса, щепотка риса рассасывается в полости рта, ребят, там у кого-то микрофончик выключите, пожалуйста, потом вопрос зададите, сейчас закончу, она, вот эта вот щепотка риса, она рассасывается в полости рта, рис у нас действует как абсорбент, и получается, что он его есть, ну, где-то там раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели вот этот рис, и он просто то, что он надышал, то, что он ходил там где-то, вот все, что скопилось в организме такого, что нужно вывести, вот этот рис, рассасанный уже в полости рта, он проходит и он абсорбирует на себя все, что не нужно в организме, вот эта еда, если это можно назвать едой, финик точно так же, рассасывается один финик в полости рта, тоже в течение какого-то времени, там раз в неделю, раз в две, это абсолютно неважно, как чувствует человек, что ему нужен, финик вычищает кровь, если он чувствует, что ему нужно почистить кровь, почистить кровь не потому, что она грязная, а потому что приходит другая вибрация, например, другие знания, когда к тебе приходят, с одной и той же кровью ты не можешь принять разные знания, но это, опять же, не тема нашего эфира, просто вот про еду, да, вот, он точно так же рассасывает в полости рта финик, это тоже его можно назвать еда, можно назвать, я даже не могу назвать что-то еда, вот что я считаю нееденим, истинным нееденим, а то, что нам говорят, вот это вот автономия, вот автономия, это уже вот буссируется как рекламный проект, как какой-то коммерческий проект, это клёво, тогда давайте называть это своими именами, это лечебное голодание, и это правильно, и мы сейчас с вами идём на лечебное голодание, но это лечебное голодание у нас немножечко дальше вывалится, вывалится в проработку себя, где вы начнёте идти к себе, и когда вы пойдёте к себе, вы придёте к жизни, где для вас неинтересно станет просто еда, вы хотите – едите, хотите – не едите, можете перейти в жизнь без еды, на какой период – это уже вообще другой вопрос, понимаете, как это? Да, ребят, готово. Так, получается, со сколиозом четвёртой степени ничего особо не светит. Я имею в виду приём информации, самопознание, исцеление, возможно. Ну, смотрите, сколиоз – это проразный сколиоз. Вот наш позвоночник – это наши… У нас все знания, которые к нам приходят, они приходят к нам не в голову, а они приходят через позвоночник. И когда приходят эти знания, они у нас расформировываются по всему. Иногда, знаете, бывает такое, что вы что-то такое решили или сделали, или почувствовали. Бывает такое, что прям в животе прям бабочки полетели, думают, блин, вот это вот моё. А бывает такое, что вот такое состояние, но вот здесь вот в груди аж запекло, думаешь, точно, как я этого раньше не замечала. Это разного уровня осознания к вам пришли, и это тоже бывает. И вот все знания, которые к нам приходят, они у нас как по трубе позвоночной проходят. Но бывает что? Бывает, есть пережатость. Вроде человек ровный, но бывает пережатость в позвоночнике. А бывает прямо горб, но вот этот вот позвоночник, он просто вот весь пропитан, он весь светится. Я видела человека, мужчину, который с горб, он с детства, у него горб с детства, то есть сразу же. Это даже не сколиоз, это горб, но у него прям у нас насыщенный, насыщенный синий вот этот вот цвет вот этой вот трубы позвоночника, я не знаю, как её назвать правильно. С ним это просто такого уровня знания в этом маленьком человечке были, что это просто космос. Поэтому то, что вы говорите сколиоз, это же нужно смотреть по вам, как вы воспринимаете информацию. Это, ну, вообще, если вы прям вот этим прям очень сильно заморочены, приезжайте на ретрит с 3 по 7 марта. И там, я вам говорю, там много вещей, которых откроется, потому что... Ну, у меня, в принципе, каждый ретрит не похож друг на друга, потому что он... Но я же развиваюсь, ко мне же приходят новые какие-то знания. И я это с огромным удовольствием ребятам выдаю. Вот. И следующий вот он будет прям вот... Такая будет глубина в себя, в другие плотности. Вот прям туда будем уходить максимально. Поэтому вот так. Если есть возможность, приезжайте. Так. Ребятки, давайте пока я тут ищу вопросы. Так, смотрите. Замечательно. Пришлите аккаунт, пожалуйста. Тут и по оплате вопросы в чате, и еще какие-то. Ребят, если касаемо по оплате, либо какой-то... Пишите мне в личку, потому что очень много... Вы тут и ролики скидываете, и еще что-то, я не всегда смогу просто увидеть это. Задавайте вопросы. Ребятки, кто-то вот микрофон включил, задавайте вопросы. Я как раз поотвечаю. Евгения, я не слышу. Ты что-то говоришь или... Прошу прощения, я не заметила, что у меня открытый. У меня вопрос. Если образуется тромбофлебит, будет у меня такая возможность практиковать сухие дни? Да. Да, тоже можно. Очень аккуратно, очень можно с определенными практиками. Благодарю. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о замасливании схематически. Вы говорили, это будет происходить 7 дней. О замасливании мы будем на 21 дне рассказывать. Я сейчас углубляться в замасливание не буду. Очень много, ребят, информации про замасливание. И вот сейчас, как бы, это не тема вот этих вот трех и первых. Мне нужно вам максимально рассказать, чтобы вы могли уйти в сухие дни, в короткие, в непродолжительные, чтобы вы могли самостоятельно это делать. А замасливание у меня, в принципе, есть на канале. Я рассказывала про замасливание. Но обязательно замасливание делать с холодного отжима маслом. Во-вторых, масло нельзя менять быстрее, чем 4 дня, потому что организм не напитается. В-третьих, его нужно делать обязательно один к одному с лимонным соком. И не всем оно подходит. Замасливание, это нужно очень хорошо смотреть, кому оно подходит. Потому что замасливание, это тоже как вибрационная платформа наша. И она бывает у некоторых, останавливает процесс получения вот этой вот самой вибрации, своей воронки. А у кого-то она бывает ее раскручивает. Но это там прям целый процесс. Я вам сейчас это все сказать не успею. Это прям у нас будет целый день этому посвящен. Лимон с маслом меня, например, проносит. Значит, не подходит? Ну, а вы сколько делаете масла? Грамм 50. Ну, тут, смотрите, я же не могу дать рекомендацию с двух слов. Это нужно смотреть, какое у вас питание, сколько вам лет, где вы живете, какие у вас есть заболевания, что у вас с желудочно-кишечным трактом, насколько вы вообще... То есть это нужно смотреть, какое масло. Может быть, это масло вам не подходит. В какое время вы его выпиваете, после чего вы его выпиваете, есть ли физические нагрузки. Это же тут много-много-много факторов. Но если вы чувствуете, что вам оно не подходит, разбирайтесь, почему оно не подходит. Ну, вы должны понимать, почему. То есть нет такого, что нам вот что-то не подходит. Вот смотрите, вот даже... Вот вы идите в какой-нибудь продукт и говорите, мне этот продукт не подходит. Если вы для себя не узнали, почему он для вас не подходит, поверьте, те ингредиенты, которые в этом продукты, они вас вынесут через что-либо другое. Поэтому здесь нужно любите себя, докапывайтесь прямо до всего. Если нет возможности пройти какие-то пути с каким-то человеком, но нет возможности там оплатить, или нет возможности найти этого человека, неважно, то докапывайтесь сами, но не запускайте себя. Это ваш путь, вы у себя единственный. Единственный. Это очень важно. Докапываться это, размышлять на эту тему? Начните с чайной ложки. Прошу прощения, что вмешивались. Спасибо. Докапываться это, не только размышлять, это же нужно экспериментировать. Почему? Вам сказал как раз Евгений, начните с чайной ложки, поменяйте масло, посмотрите, я же вам только что сказала, какой у вас образ жизни, что вы едите. То есть все, все нужно, это интерпретацию провести, рефлексию вообще полностью всего. Что с вами происходит? Почему так в желудок? Почему ваш организм так настроен? Почему вам не идет масло? Что такое масло для вас? Разберитесь, что такое для вас масло. Что это не просто продукт, что такое энергетический, что для вас значит он? Откуда вы его взяли? Чем он насыщен? Какую информацию несет это масло? Для вас. В какую информационную воронку у вас оно выбросит? То есть здесь очень много всего. Не бывает такого, вот мне вот этот метод. Если было все так просто, вы бы самостоятельно уже все бы стали и праноедами, и автономами, и малоедами, и кем угодно. Спасибо. Светлана, скажите, пожалуйста, вот в чате есть вопрос такой по поводу, почему есть можно после захода солнца? Потому что многие проходили там через Вены и говорили, что вот когда солнце, а вы и пищеварение, в обед лучше все переваривается, усваивается. А у вас такое, что после захода. На чем это обосновано? Во-первых, это обосновано уже на опыте многих ребят. И даже, смотрите, я сейчас углубляться в эту тему не буду. Вообще я уже говорила в том эфире, что солнце, когда световой день, у нас аватар настроен на то, чтобы делать делание. А когда у нас лунные, лунные вот эти вот, лунное свечение, мы можем размышлять. То есть у нас приходит информационный контент. Но информационный контент приходит, тут тоже не буду сейчас углубляться, но в определенных, когда вы находитесь в определенном состоянии, при определенном питании, к вам не приходит ваша информация. К вам приходит информация та, которую вас вводят, потому что наши клеточки, они находятся под колпачком. Вот, то есть мы все управляем. Но сейчас не об этом. Просто возьмите элементарно. Когда вам тяжелее всего, не есть. Вот вы днем бегаете, как белка в колесе, что-то делаете, где-то покушали, где-то не покушали. Время 6 часов. Есть уже нельзя. А вы садитесь, приходите домой, либо с родственниками там поболтать, за столом хочется, либо там сериальчик посмотреть, либо просто расслабиться. А вроде как уже нельзя. И у вас начинаются психологические процессы, которые вы начинаете себя съедать. просто съедать. Это я сейчас не углубляюсь в кровь, что там действительно лучше переваривание идет, когда световой день закончился. Но это не значит, что перед сном. Не кушать нужно, то есть чтобы от еды до сна, если вы спать ложитесь, прошло минимум 2 часа, минимум, а лучше 4. Почему раньше ели один раз в сутки? Вы посмотрите, один раз в сутки ели только вечером. Ведь целый день охотились, что-то еще делали, а потом ели. И если вы перейдете на одноразовое питание, например, только вечером, в вечернее время, то вам будет психологически легко. Вы проще выйдете на малоедение. Вот вы, например, в течение дня там где-то чаек попили, ну пусть там с сухофруктиком, если даже там с каким-то, либо там еще что-то. Ну, лучше вообще вот так вот. Бывает, забегались еще, вечером пришли и с огромным удовольствием съели. Если вы начнете переедать, поверьте, вы начнете переедать максимум 2 недели. Через 2 недели вам организм скажет, стопэ, я больше не могу, я не спать не могу, ничего, я весь отек, весь опух, весь вообще там хлам. Давай-ка как-нибудь поменьше. И вы начинаете есть поменьше. Это уже практика ребят, это уже настолько вот она. Есть исключения, но с этим исключением мы работаем уже психологически, там уже другие зацепки. Но в 70% вот это работает так. И потом вы понимаете, что вы вечером можете покушать, вы себя не ограничиваете. Ваша голова вас отпускает, у вас нет ограничений. Она считывает, что у вас нет ограничений. А потом выходит такое, что вы вечером пришли и говорите, а я не хочу есть. И вы раз, не поели. А на следующий день проснулись, и вы знаете, что вы не ограничены, вы не вышли на сухие. Вы вечером придете и поедите какой-нибудь вкусняшник. И вы в какое-то время начинаете замечать, что оказывается у вас сухие дни увеличиваются, то есть вы уже не каждый день кушаете вечером. И даже бывает, что не через день. Понимаете, как это работает? Это вот оно прям вот накатом так работает. Вот вы попробуйте просто. Может быть, вам не зайдет. Я не говорю, что это прям схема рабочая для всех. Но вот, видимо, ко мне все равно тянутся ребята такие, как больше, как на моей волне. И вот им это вот больше заходит. Если какие-то моменты они не заходят в какое-то время, то мы прорабатываем. Но бывает, что ребята срываются. Бывает и такое. Они говорят, я не могу один раз в день. Я не могу. Вот я все равно я вечером пережираю, я утром стою весь отекший, там еще что-то. Я перехожу обратно на свое питание. И такое тоже бывает. Всяко бывает. Просто пробуйте на себе. Но там другие проходят на крови. А биоритмы? Биоритмы органов. В общем, желудок как раз вечером он засыпает, а мы его нагружаем, и получается пища до утра. Она у нас просто в желудке гниет. Как с этим-то быть? Вот честно говоря, вот эту теорию в голове вы хорошо уложите. Но биоритмы желудка, которые у нас вечером... Я тоже раньше придерживалась, что у нас огонь пищеварительного тракта наступает там с 12 до 2. Но вы знаете, я вот сколько бы я ее не придерживалась, у меня не наступал огонь пищеварения с 12 до 3, до 2. Вот. Но либо вот как их измерить эти биоритмы, я не знаю. Я могу сказать даже вот просто... Вот я смотрю на своих детей, они же... Они же не такие загаженные, как мы. И у меня дети, вот они целый день, вот, например, младший, он у меня может уйти на поле, например, часов в 11, да, взять с собой бутыль воды и прийти домой в 7 часов. И представляете, вот он с 11 до 7 он бегает. Это постоянно интервальный бег с физической нагрузкой. Он приходит домой весь мокрый. И он вот сел, вот он пришел домой, там сходил в душ, там он сел и вот часов 8-9 он поел, позанимался там какими-то своими делами и ему больше не хочется. И это ребенок. И я наблюдаю за тем, где я ему позволила жить, быть, есть так, как он хочет. И он в отличной физической форме. И вот как должен быть человек, ну, не то, что должен быть человек, опять какой-то, ну, я вижу, что в нем есть здоровье, я так скажу. Старший сын у меня, он, он программист, да, он сидит очень много за компьютером. У него не возникает желания утром тоже, то есть бывает такое, что он утром есть, но чаще всего вот он утром что-то делает, он сидит. К вечеру он один раз тоже поел, хотя он сидит за компьютером, у него физики, у него мало. Он гуляет, с друзьями так же, тоже ходит. Но, то есть, он не столько в спорте, но тоже у него есть желание поесть вот ближе к вечеру и все. Я им это не прививала, я им просто позволила в какое-то время есть то, что они хотят, столько, сколько они хотят и тогда, когда они хотят. И когда я за собой, когда я себя отслеживать начала, мне тоже было приятнее поесть один раз в день ближе к вечеру. И я тогда, я и психологически себя лучше чувствую, у меня не было ограничений, у меня не было такого, что я там лягу на голодный желудок спать, что я хотела прийти с работы, поболтать со всеми за столом, а у меня этого не получилось. То есть, вот эти вот все, все вот эти вот психологические моменты, они отвалились у меня. Работал у меня там желудок или не работал, но чувствовала я себя великолепно. Как проверить эти биоритмы? Когда они заработали? Работают ли они на всех людях одинаково, либо нет? Кто их придумал? Как их отследили? Я тоже не могу это сказать. У меня было вот по-другому. Пробуйте на себе, может быть, не подойдет, но вот у меня вот так вот это сработало. Свет, еще один момент. Вот микробиота, да, она у нас зависит от лунных циклов. То есть, почему она нас укладывает спать? Потому что она веруется ночью, то есть она размножается, и активность у нее ночью. То есть, фактически мы, употребляя пищу, допустим, вечером мы ее тем самым подкармливаем. Ну, смотрите, вот то, что вот микробиота, что она там размножается вечером, еще что-то, я все-таки склоняюсь к тому, что это маркетинговый ход, чтобы нас вывести в определенное состояние знаний, на которых мы остановимся. я в этом очень, очень сейчас уверена, потому что я вижу, какие магнитные, так скажем, вибрационные атаки происходят в ночное время, как они действуют на клетки, на человека. Это не микробиоту, нам заселили, нам заселяют, неважно, как нам заселять, нам все равно будут этой микробиотой управлять в вечернее время. В вечернее время под лунными, только когда светит луна, только тогда в 90 процентах мы управляемые и нам все закладывают ту информацию, которую мы должны нести с самого себя, как минимум. Поэтому, когда говорят микробиота, у нас она уже есть и как раз микробиоту мы и пытаемся убрать, вот если мы говорим в этой микробиоте, про которую я вообще не люблю говорить, мы ее и пытаемся убрать, пытаемся вычистить свой организм, чтобы у нас не было вот этих вот привязок, чтобы обрезать вот эти ниточки, которыми нас управляют. И то, что вот эти вот микробиоты, когда нужно есть и когда нужно не есть, это все сделано только лишь для того, чтобы нами управлять. Потому что, когда мы едим в вечернее время, тогда наш организм настроен на переваривание вот этого и как нами управлять. Вот собака ест, вот когда собака не ест, когда собака голодная, то ей что, ей даешь команды, даешь маленький кусочек чего-нибудь, и она эти все, все детали, все команды делает. А если ты собаку накормишь, или вот она стоит у миски и ест, какую ты ест, команду дашь, она ест, она скажет, иди ты нахер, я ем. Либо когда она уже поела, какую ты команду ей дашь, она уже у тебя не будет принимать команду. Вот. И когда вы не едите в вечернее время, когда вы не едите вот в этот вот в вечернее время, вам, вами проще управлять, вам, запихивают ту информацию, которая вы даже не, вы даже не чувствуете, как она идет. Но когда вы будете видеть вот эти вот вибрационные лучи, вы будете видеть, что просто, вот, такое ощущение, что ночь наступает, и вот эти вот, начинают подсвечиваться, вот эти вот ниточки к каждому. Светлана, доходи. А вот если, к примеру, ты не в 16 часов, ой, не в 18 часов ты хочешь, как ты говоришь, покушать, а именно вот в 10 уже, ну, то есть в 22, то это нормально. Если нету нагрузки, вот и тоже одноразовое питание, именно в 22. Ну, потом, конечно, не хочется спать до часа, до двух, но потом вырубает, ну, я имею в виду, что вот настолько, если ходит, тоже нормально, да? Да, самое главное, чтобы это было, чтобы потом, если вы спите, чтобы это было не, чтобы два часа хотя бы прошло, чтобы вам не тяжело было спать. И еще раз хочу сказать, что получается, когда вы ночью идите, вы для регуляторов, кто нами регулирует, вы для них становитесь тупыми, объевшимися тупыми, ни в чемными. Но умными для себя вами все меньше и меньше можно управлять. Но это, опять же, ребят, это моя теория, поэтому всегда все проверяйте на себе. А мы об этом еще поговорим. Света, вот дети, дети дружат, например, у них есть свои, как бы, друзья, да? А эти друзья знают о тебе, вот, как они спрашивают, и разговоры какие-нибудь, ты вот знаешь о том, как они говорят о тебе? Вот интересно. Нет, нет, нет. Никто не интересуется. Просто мама психолог, и все. У нас, как бы, у нас нет этих разговоров. У нас изначально, когда вообще вот вся вот эта вот канитель пошла, чтобы не заинтересовались там никто лишний, там, ни органы опеки, ничего, там, мать-одиночка, еще что-то. Сейчас они у меня уже большие, мне уже, как бы, все, нормально. Вот. Но изначально это было, что прям вот, если что, там мама кушает, если что, там мама это. Вот. Но изначально, как бы, было сложно, потому что первые процессы у меня были, я была очень худая. Прям очень-очень. И когда вот, ну, если я об этом рассказываю на ретритах, как бы, я на камеру рассказывать не буду. В общем, да, просто знают, что мама психолог, мама проводит ретриты, психологические ретриты, консультации. Все. Детям это неинтересно. Мои дети не спорят. Если учителя говорят, что там, они приходят, например, особенно младший, старшему тоже там ничего не говорят, нужно всю школу заканчивать. А младший приходит, и, например, говорит, мам, сегодня такая тема, у нас была интересная, мы сказали, что человек может не есть три дня. Я говорю, а ты сейчас сказала? Он говорит, ничего, что я им буду доказывать, что ли, что-то. Все. На этом разговор закончил. Зачем это афишировать? Как бы, это же, кому надо, те найдут, кому не нужно, это не нужно. Светлана, хотела спросить. Вот у другой Лавровой, я читала, что пять дней выводят организма. Вот я этим пользовалась. Пять дней я была на голоде, эффект омоложения, все, но дальше я не двинулась. Я поняла, что психика меня не пропускает. Вот подскажите, пожалуйста, вот хочу, но вот как-то психика не пропускала меня. Очень долгое время, 33 года я так делала, и вот вас нашла, пытаюсь дальше. Но психика не пропускает, нужно же понимать, почему психика не пропускает. У нас же вообще есть такая программа, что человек худой, значит болезненный. Вот смотрите, вот даже деток, детки, когда маленькие, особенно там новорожденные, еще что-то, все же хотят видеть, чтобы они были пухленькие, чтобы вот эти вот пережимочки у них были. Тогда нам кажется, что вот он здоровенький, он хорошо кушает, все у него нормально. А если худой, значит больной. Вот. И когда мы начинаем терять вес, что такое потеря веса, когда мы выходим на другой тип питания, да, то есть не питание, это тоже тип питания, как бы ни к руке, где есть слово питание. Вот. И когда мы выходим на другой тип питания, когда мы начинаем, начинает теряться вес, то у нас включается паника в голове. А вообще что такое потеря веса? Это идет обнуление, обнуление твоих программ через вот эти вот, в том числе и через жировые прослойки. Ты потом можешь набрать вес такой, какой тебе будет комфортно для данного этапа твоего существования. Ты с весом можешь потом играть так, как тебе захочется. Но это уже будет потом. Но сейчас тебе нужно, то есть я же не могу, ты говоришь, вот как мне выйти из этих программ? Ты же мне нужно с тобой разговаривать, это мне нужно с тобой проговорить, ну, как минимум час, чтобы понять, а что у тебя, какая есть программа, которую ты переступить не можешь. Это же месяц. И вот ты была где-то полгода, да, вот в таком худеньком состоянии, да, или больше? Ну, да, но у меня был вот критический вес прям такой, у меня было 32 килограмма, где-то, наверное, наверное, месяца два-три вот он прям такой вот держался. Но мне было это не страшно. Во-первых, была зима, я жила на Урале, там можно было одеть несколько штанов, там еще что-то. Лицо, конечно, было, прям вот здесь вот скулы, они прям были вот острые такие. Да, но я понимала, что я живу, и когда мне говорили, ой, ты что-то похудела, я говорю, да я постраду. Для меня это был прям комплимент, что я живу, что мне вообще кто-то может что-то сказать, значит, я живая. Поэтому у меня это вообще, для меня не было страха этого. А потом просто вот купаясь, больше с чем-то не соприкасалась из таких материальных, как только вот тело с водой, и ты набрала вес. И как он сейчас? Смотрите, ребят, я сейчас как минимум год, я сейчас не рассказываю, на каком я питании, не питании. Вот, какой вес сейчас, я не могу сказать. Я не взвешивалась. То есть, ну, обычный, так скажем, обычный вес. На камере он всегда другой, потому что на камере я одна. Вы все знаете, что камера, она искажает. Вот, как сделать камеру по-другому, я не умею. Я даже фотографирую, если честно, не умею. Поэтому у меня даже фотографий мало. Обычный вес, обычного человека. Вот. Я такая, как обычно. Многие горят, просто тоже, ну, летом не можешь найти себе, как бы, места даже от того, что они сильно горят. А у тебя вот, ну, они горят, к примеру, да, и ты, например, ну, не снимаешь обувь. Ты чувствуешь дискомфорт или можешь, как бы, подумать, и чтобы температура ног упала? Ну, ребят, во-первых, я всегда хожу в сланцах. И зимой, и летом. И неважно, если я езжу в другие города, я тоже езжу в сланцах. Я, у меня есть кроссовки, я иногда, бывает, одеваю, чтобы не шокировать людей. Но я очень часто хожу, то есть я, если мы там, я часто хожу босиком. Я могу, например, если я вижу газончик какой-то, я могу снять, и там минутки две постоять на газоне босиком. У меня, у меня нет курток, у меня есть только без рукавки, потому что, ну, вот я, я не ношу такого прям теплого, ничего, я такого не ношу. На велосипеде тоже в сланцах или кроссовки? Нет, на велосипеде у меня кроссовки, у меня они обычные тканевые кроссовки. Ты там, вот именно, бывает такой момент, вот просто горят ноги так, что ты уже просто вот аж ломят, как бы, нет такого? Ну, я доезжаю до, во-первых, я на велосипеде, я всегда доезжаю до реки, я вдоль реки езжу, вот, я там, я там охлаждаюсь, так скажем, вот, и еду обратно. Во-первых, у меня здесь море, мы с детьми ходим, бывает, я, мы часто ходим ночью, я купаюсь ночью, вот, и, ну, такого, чтобы прям вот я не знала, куда себя деть, у меня уже нет этих процессов, то есть, я не одеваюсь тепло, я у меня всегда, стараюсь, чтобы у меня были ноги в доступе к земле всегда, то есть, обычно это сланцы, кроссы обычные, какие-то, вот, что-нибудь такое, чтобы я могла быстро снять обувь, но такого, что я не знаю, куда себя деть, такого уже нет, но это было на первых этапах, я вам могу сказать, было, и я прям, мне очень повезло, что я тогда жила на Урале, и была зима, потому что я выезжала за город, и вот в эти вот сугробы, я просто вот раздевалась, и лежала в сугробах, я не могла, я, вот я, например, охлаживаюсь, там, мороз, там, 30, 37 градусов за городом, да, вот я в этом, в снегу полежу, там, какое-то время, вроде все, охладишься, едешь домой, и через 15 минут, все, у тебя, у тебя просто закипают даже мозги, было у меня такое состояние, да, у меня постоянно ледяная, то, что я жила в своем доме, там, была вода из скважины, она ледяная, у меня всегда стояла ледяная вода ночью, то есть я несколько раз за ночь ложилась в эту ледяную воду, охлаждалась, такое тоже было, но такое оно у меня прошло быстро, вот такой вот прям вот экстренный момент, вот этой вот жары, он у меня прошел, наверное, в течение месяца, вот эта вот пережарка самой себя. Ну, говорят, что это как раз-таки вот организм выжигает, каким образом вот эти все бактерии, которые не выдерживают вот эту высокую температуру на протяжении долгого времени, ну, это так говорят. Ну, я могу сказать только еще, вот когда на Эльбрус ходили, я на сам Эльбрус на вершину не поднялась, потому что я вообще, меня вообще пригласили, я даже не знала, что это такое, но когда вот эти вот тренировочные моменты были, и мы там доходили до 4-300, по-моему, я доходила, вот там последний тренировочный момент, это выше лагеря 4-300, по-моему, там есть вот это вот седло, но я туда поднималась, получается, я была в тканевых кроссовках, я была в лосинах, я была в кофте и с рюкзаком. Ни перчаток у меня не было, ничего, там снег как бы такой был по колено, вот, люди были в зимнем, естественно, зимние, там шапки, маски, там перчатки, рукавицы, там с солевыми штуками, чтобы руки не замерзли, вот, я вот так вот туда поднялась, единственное, что мне было некомфортно, потому что, когда мы проходили вниз, там получается, что снег был, такой мокрый снег был, и я практически по колено была мокрая, и когда мы поднялись, там очень сильный ветер, и было просто неприятно, потому что вот ветер по-холодному, я сняла рюкзак, я вспотела, получается, у меня прям под рюкзаком было такое мокрое пятно, и было некомфортно, вот из этого, а так я прекрасно понимаю, что я бы не смогла бы, наверное, подняться, в зимнем я бы не смогла подняться, мне было бы... Осмотических, и в тот момент никаких осмотических вот таких вот чувств в легких уже не чувствовалось, там же высота... Вот на удивление, да, меня же сразу же сказали, что там может быть отек легких, потому что там другая плотность, там вот это вот, и для меня это, у меня даже где-то вот чувство страха, оно проскользнуло, я думаю, ну, в любом случае, думаю, пойду вниз, если что, думаю, я же буду за собой следить, и на удивление, мне там дышалось легче, хотя там воздух другой, и вот я прям чувствовала, что вот там прям мне так было, так легко, так хорошо, но там вообще другие состояния, а в горах оно действительно другое, там вот эта вот плотность, ты видишь, во-первых, небо под ногами, это действительно так оно есть, но тоже не будем сейчас углубляться, там, да, другие состояния. Ребят, ну что, будем... Светлана, можно спросить, а если холодит, вот по позвоночнику наоборот, такая тягучая энергия ходит, холодная, она такая, как электричная. Да, я вам, я вчера рассказывала про это в эфире. Да, это чистка крови идет, есть чистка, пережигание всякого, всякой ерунды, есть чистка крови, вот когда пережигание идет, оно идет горячит, а когда холодит, бывает, что это как раз чистится кровь, азот слишком, вот это выделение... Я буду долго находиться на неедении, если я совсем, вот похудею буду худой, не надо за это переживать, просто нужно, как бы, ориентироваться по тому, что я очень хорошо себя чувствую, да, вот на это можно полагаться и идти дальше. Ну я вот, я на это полагалась, я на это полагалась. Спасибо. Можно спросить? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Мне 65 лет, я после, два года, как после инфаркта, после ковида, и мозговое кровообращение было нарушено, гидроэнцефалия, и я вот уже, я сбросил 35 килограмм, и постепенно, вот сейчас я месяц на сыроедении чистом, и слезаю с последних лекарств, бисопролол, эналаприл, все это я сбросил, статины, сейчас слезаю с ксорелта, вот сегодня последнюю четвертинку я дозы этой изначальной должен употребить, а постепенно, 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 плавно слезаю. И я хотел спросить, как мне сейчас вот дальше, я стараюсь уменьшать и сыроедение, количество, энергии пока не хватает немножко, как мне дальше вести себя, что ли? Ну, смотрите, давайте я в двух словах отвечу, и мы будем уже заканчивать эфир, чтобы я смогла... Да, пожалуйста. Смотрите, во-первых, смотрите только на свое здоровье, вот вы как раз закончите, вот эту вот последнюю таблетку, которую вы закончили, она же имеет накопительный эффект, вы очень четко должны будете отрегулировать, как вы себя чувствуете в этом состоянии, потому что действие последней таблетки, оно закончится дня через два, через три, вот. Но чтобы вам максимально запустить процесс, который есть в вас, потому что сейчас ваш организм, так скажем, он положился на таблетки, и он сейчас не работает, он всю ответственность перекинул на таблетки, которые вы пили. Уже нет, уже нет. Подождите, я поняла, давайте я сейчас... Во-первых, обязательно, у меня есть очень много, почему нужно ходить на пяточках, что такое пяточки, и что они дают нашему организму. Походите на пяточках по пять минут три раза в день, прям примите себе это как за рекомендацию. И очень много растяжек, очень много растяжек, чтобы второй второй начал поступать. Я делаю тысячу шагов на месте бег. Все, молодец. Ребятки, давайте буду заканчивать в 16.30, давайте еще поговорим, пишите вопросы с восклицательными знаками. Быстренько. У меня вес 30 килограмм уже 4 года, и я бы хотела его поправить. На сыроедение выйти не могу, у меня срывы, ну, психологическая, видимо, зависимость. Возможно, надо консультация с вами. Скажите, как через PayPal можно с вами оплатить, потому что я с Украины. Через PayPal можно. чтобы вы порекомендовали, как мне выйти вот из этой ситуации. Я сейчас рекомендовать ничего не буду, потому что, как я вам порекомендую, я даже не знаю вашего роста. Может быть, вы рост... Вот, смотрите, еще раз говорю, чтобы принять, чтобы вообще дать какие-то рекомендации, это нужно столько всего у вас расспросить, столько понять, почему так, что за 2 минуты мы этого не сможем сделать, но это будет ерунда, вы же хотите грамотный ответ. Да, можете связаться со мной, PayPal, конечно же, работает. Любая форма оплаты работает. Благодарю. Вот. Все, ребятки, до 16.30. Всех обнимаю. Всем огромное спасибо за вопросы. Обязательно продолжаем. Куркума с лимоном и полынь. Полынь точно так же. Немножечко горячей воды, чтобы она раскрылась за несколько минуточек, пока вы получаете удовольствие от куркумы, полынь раскрывается, потом вы ее берете ложечкой, съедаете, запиваете опять куркуму и наслаждаетесь теми процессами, которые происходят у вас. Всех обнимаю и до вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok